все ура лекция номер 4 вот но вот и единство для для тех кто в интернете будет смотреть может быть это будет номер три потому что я не знаю пока какой будет стратегический план выложим ли мы все лекции ли только те которые читаю я на канал на ткань привет я смейте поговорю если он скажет что его тоже выкладывать тогда будет номер 4 а если нет то соответственно 4 для курса и 3 для интернета но не важно будем считать как бы по лекциям курса тем более через пару лекций я уже забуду какой был номер пока я помню что это 4 так значит я так понял митя что вы разобрали по косточкам основной теоремы арифметики вот и ее и в гауссовых да многочленах тоже да про нее говорили многочленах с коэффициентами в поле говорили да про нее с многочленами да то в любом и в китовом кольце работает а то а но конкретно про то как она работает то есть какие группы единиц там сям и так далее не говорили да доброе утро но тогда да тогда по пути сейчас будем разбираться но пока у нас пока у нас значит на повестке дня изучение вот этого кольца кольцо внимание не целостное правда не целостное при составном м при простом это целостное кольцо но оно и поле одновременно будет вот это соответственно мы хотим его изучить а также в нем хотим изучить подгруппу вот такую значит всех взаимно простых сэм элементов ну и давайте чтобы это было явно сформулировано утверждения утверждение утверждение для любого натурального м ну давайте напишем м из z м больше или равно двух z по mz со звездой вместе с операцией умножения остатков образует группу так скажите пожалуйста я вообще хоть раз за это время или митя мы выписывали вот прямо полностью формальное определение того что такое группа или такого еще не было на семинаре да так а вы разбирали например теорему лагранжа на семинаре было да а ну прекрасно все значит мы знаем что такое группа и знаем теорема лагранжа о том что о чем так порядок любого элемента делит порядок группы до порядок подгруппы тоже до порядок подгруппы но да давайте так сейчас да можно наверно уже позакрывать можно позакрывать но не должен закрыть можно оставить их на опроветривание вот а ну значит давайте все таки абстрактные эти вещи да значит же это множество до множество и есть операция из же на же в же но если по-русски говорить то можно перечислить все элементы группа если она конечна если не конечна ну тогда представить себе их так вот как бы что у меня есть способ создавать новые элементы из пар старых до спаривать ну и вообще говоря никто не утверждает что вообще говоря же и жи 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 не равно жи жи на жи вообще говоря но у нас чаще всего будут чаще всего у нас будет выполнена коммутативность если всегда жи жи равно жи жи то группа называется абелевой или коммутативной ну а собственно вот в самой в самых требованиях мы говорим что обязательно имеет место а ассоциативность этой операции то есть если вы вычислили по вашей табличке g на h нашли соответствующую строку и здесь r и посмотрели что здесь стоит то будет то же самое стоять что если вы взяли строку g и нашли номер строки h на r вот здесь будет всегда совпадать вот то есть это всегда выполнено всегда выполнено это первое требование группы дальше второе требование что существует е такое что е на g равно g на e равно g для любого g из g здесь некоторая избыточность требований сразу предупреждаю просто так они легче запоминаются вот то есть тут на самом деле достаточно требуется чтобы с левой стороны было там с левой обратной был левая единица была и тогда все будет и справа тоже но это уже такие как бы витиеватые упражнения для желающих потренироваться в чисто такой формальной логике а я всегда запоминаю вот для меня вот три аксиомы очень хорошо запоминаются ассоциативность существования двусторонней единицы и существования двустороннего обратного для любого g из g существует g в минус 1 из g такой что в любую сторону если с ним с ними повозиться вот так вот то получится е все вот удивительно что из такого небольшого количество требований выводится очень много то есть они обобщают наш опыт во многих местах математики вот эта вот концепция группы да она стоит ну ну в центре современной математики это без всяких так сказать обидников везде они возникают везде возникает вот этот вот эффект вот чаще всего группа это группа каких-то преобразований но не всегда вот у нас например это остатки там что-то еще но вот изначально это возникало была группа замен координат замен корней уравнения то есть группа появилась природе как группа замен корней уравнения которые там не меняют систему соотношений между ними называется группа галуа может когда-то слышали такую фамилию и варис галуа он изучал алгебру на таком уровне на котором в его время никто вообще и и не понимал даже близко и попри его попытки там поступить в лучшие вузы тогда в мире оборачивались тем что над ним просто громко хохотали все преподаватели не не понимая что он говорит и он оставил он был убит 20 лет на дуэли и оставил записки которые потом полвека разбирались и через полвека клеем взял сказал это невероятно тут ну как бы вот все о чем мы думали эти полвека было вот у этого парня написано в ночь перед дуэлью вот и он конкретно сформулировал после клеяна уже все пошло этой дорогой и изначально группы были группы преобразований либо замен там каких-то подстановок вот что-то такое но потом вот стало ясно что можно вот так абстрактно сформулировать и кучу выводов сделать просто и тогда будут эти выводы верны во всех ситуациях в которых эта абстрактная формулировка имеет место вот и это очень удобный язык очень удобная концепция группы ну и вот собственно говоря что вы на семинаре да как я понял обсуждали что если аж подгруппы но я даже не как сказать мне некоторые термины дольше определять чем дольше писать чем сказать понятно что такое подгруппы это просто маленькая группа внутри большой группы и все но важно чтобы единица была там же вот как бы настоящая единица да здесь лежала что это не какая-нибудь левая новая единица а это та самая старая единица да должна лежать ну и дальше это должна быть замкнутость относительно композиции и взятие обратно то есть подгруппа это то что внутри себя сама группа вот ассоциативность там будет автоматом значит единицу мы требуем чтобы была ну и вот соответственно мы требуем замкнутости относительно g на h и g в минус первой тогда мы говорим о подгруппе что там говорим подгруппа и если вот это вот если группа g конечна вот да и теорема лагранжа такая что если же конечна то порядок групп подгруппы h делит порядок группы g на немножко это некрасиво а вы так обозначаете порядок или как-то иначе на семинаре также да да ну что поделать ну давайте я напишу еще часто говорят кардиналите как карт сколько элементов но если особенно бесконечные группы до карта это более общая вещь это мощность если конечное количество элементов то просто их число вот ну и может быть мы там несколько раз к этому вернемся вот почему это так но вы на семинаре если доказывали но мы на вот здесь мы это все вспомним и так вот делается утверждение что для любого натурального числа м множество остатков которые взаимно просты с м образуют группу по умножению вот такая вот вот такое утверждение ну давайте его докажем давайте его докажем ну и прежде как бы вспомним что у нас мы рисовали да такое вот было 0 1 так далее м минус 1 а 0 мы сразу убирали он нам был не интересен в силу того что зачем умножать на 0 о синий кстати что то может быть не очень хорошо будет стираться так и тут 1 м минус 1 да и мы мы рисуем эту таблицу соответственно умножения и в ней первая строка очевидно последняя тоже ну и вот на произвольной строке номер а будет написано а 2а 3а так далее м минус 1 умножить на а но когда они будут перепрыгивать через круг да мы будем сбрасывать м то есть вот пока оно было до м пишем как есть потом был больше м пишем остаток там опять остаток то есть мы здесь прибавляем каждый раз а и в нужные моменты соскативаем на остаток от деления и вот мы перечисляем тогда все остатки кратные а и здесь вот мы в том в тот раз мы поняли что есть две принципиально разные ситуации да первое что нод первая ситуация что нод а r равен d больше единицы тогда в строке нет единицы есть 0 представлены не все не все остатки нулевые не нулевые вот здесь вот а другой вариант что соответственно ой почему r m тут m другой вариант что а перпендикулярно m то есть взаимопросто и тогда соответственно все остатки представлены все остатки не нулевые представлены а нуля нет вот две разные ситуации ну я думаю что больше как бы мы на этом не остались очевидно да все то есть вот так и вот так бывает и утверждение уже содержательное говорит что если есть номер а вот этого вида и номер б вот этого вида то тогда их произведение будет того же вида то есть будет тоже взаимопросто ну и обратный к остатку взаимопростому с m тоже взаимопросто ну на самом деле это очень просто смотрите если а и m взаимопросто то можно записать вот такое равенство при x и y и z да существует такие x и y что есть это равенство прекрасно тогда обратный к а как мы знаем это как раз x ну если его привести по модулю m взять остаток от деления x на m вот он и будет обратный да x равно а в минус 1 это первое соображение и ясно что он тоже взаимопрост с m в силу вот этого равенства в силу этого равенства да я же окажется формулировал такую маленькую лему или не формулировал лемма должна звучать так что м взаимопросто с а тогда и только тогда когда существует x и y целое со свойством а x плюс m y равно единице что это критерий взаимной простоты формулировал да ну даже если нет это совсем очевидно потому что ну в одну сторону мы долго долго доказывали а теперь предположим что вот это равенство уже есть при некоторых x и y тогда любой общий делитель а и m получается должен быть делителем единицы то есть если а взаимопрост с m мы в тот раз доказали что это равенство верное а если это равенство при некоторых x и y верное то есть если и а и m перпендикулярны да то существует x и y с этим равенством если же существует x и y с этим равенством то наличие общих делителей мгновенно исключается тем что любой из них наследуется единицей справа в силу этого равенства но также и исключается и наличие у x и m по тем же причинам правда потому что если бы они были то единица бы делилась поэтому x равен a в минус 1 и a в минус 1 также перпендикулярно m по этому свойству а теперь фокус-мокус мгновенное доказательство что произведение двух взаимопростых взаимопросто пишем два таких равенства а x плюс m y равно единице и b x с волной плюс m y с волной равно единице мы хотим доказать что а умножить на b взаимопросто с m что мы сделаем с этими равенствами как вы думаете отличная идея перемножаем а b умножается на x и x с волной так на целое между прочим число дальше при раскрытии скобок все делится на m все остальное я даже не пишу и это на это и это на это и это на это во всех трех оставшихся слагаемых m выделяется как множители получается аналогичное равенство из которого ясно что а умножить на b и m общих делителей иметь не могут все вот такой вот изящный ход то есть из критериальности вот этого равенства для взаимопростоты а и m следует так же что произведение взаимопросто то есть строки у нас вот эти они вот они образуют группу да и все это означает что остатки взаимопростые остатки образуют группу потому что замкнут относительно операции взятие обратного умножения ну а теперь мы можем применить теорему Лагранжа да теорему Лагранжа в какой ситуации в какой ситуации мы хотим применить теорему Лагранжа ну давайте вот у меня есть какой-то остаток а из вот этой группы то есть взаимопростой с m пишем 1 а а квадрат и так далее то есть рассмотрим множество всех множество всех целых степеней но оно как бы не бесконечное количество элементов содержит потому что степени начнут повторяться да как остатки то есть множество вот этих степеней по модулю естественно m вот это очевидно группа игрались вы с такими группами циклическая группа называется то есть рассмотрим вот это множество возможно в нем есть совпадение то есть в нем совершенно точно будут совпадения элементов но пока мы просто рассматриваем его как множество степеней и отрицательных степеней тоже что такое отрицательная степень ну это а в минус 1 а в минус 2 и так далее вот ну понятно что да ибо а в степени L в минус 1 это а в степени минус L а в степени L на а в степени S равно а в степени L плюс S то есть степени конечно ну степени складываются да при умножении и соответственно произведение любых двух степеней одного и того же числа остатка A будет степенью остатка A и обратный тоже будет всегда остатка поэтому это очевидно группа вот ну и можно ее там обозначить скажем вот так чаще всего ее обозначают вот так ну и давайте подумаем как она устроена давайте подумаем как она может быть устроена вот я беру какой-то остаток и умножаю его на себя все время что будет происходить и беру каждый раз остатка деленное они все будут тоже взаимно просто с M поэтому не позже чем через количество элементов здесь будет какой-то повтор а что еще может произойти они бегают по как лошадки по кругу бегают то есть им тесновато здесь они не могут быть все различные иначе это бесконечное множество внутри вот этого значит не позже чем вот через стойка давайте обозначим это за Fiat M Fiat M Fiat M равно кардиналити или как любите вот так да как у вас обозначали количество элементов в этом множестве называется Fiat M имеет имя функция Эйлера Fiat M Fiat M Z P M Z со звездой не позже чем через Fiat M начнутся какие-то повторения то есть какой-то новый какая-то новая степень уже совпадет с какой-то из тех которые уже были совпадет так ну например пусть первые совпадения произошло где ну скажем смотрите вот 13 степень совпала например с 8 но смотрите смотрите мы умеем сокращать мы умеем сокращать в любой группе ну давайте здесь покажем это особенно значит вот у меня если A умножить на X равно A умножить на Y по модулю M у A есть A в минус 1 остаток который его убивает превращает в единицу ну давайте я тогда домножу и то и другое на A в минус 1 и что мы увидим что видим все сократилось и X равно Y вот то есть то есть если X не равен Y по модулю M это любые не обязательно взаимно простые это любые различные остатки а вот A обязательно взаимно просто то из вот этих двух свойств автоматом следует что A X не равно A Y по модулю M то есть от умножения двух остатков на двух разных остатков на остаток взаимно простой с M остатки остаются разные заметьте что это совершенно не обязательно верно если умножать на что попало да вот скажем 6 и 31 дают разные остатки по модулю 100 правда? не поспоришь умножаем на 25 ой на 4 так умножаем на 4 это 24 а это что это? 124 по модулю 100 одинаковые вот то есть такой как бы неприятный эффект склеивания бывает к сожалению но он связан с тем что 100 и 4 не взаимно простые то есть они различались то на 25 после умножения стали различаться на 100 вот а вот здесь такого эффекта никогда не будет и мы это доказали с помощью взятия обратного соответственно если а в 13 равно а в 8 то извините после сокращения на в 8 получается что а в 5 равно 1 то есть предположив что какой-то остаток равен какому-то еще но не единичному мы приходим к противоречию после сокращения получается что нет на самом деле должно было быть раньше что было единичному то есть в результате остатки прямо как лошадки бегают по кругу вот они в начале все разные-разные были потом в а в минус 1 r минус 1 какой-то а вот в r ты уже равен единице ну а дальше понятно что происходит а в r плюс 1 это а а в r плюс 2 это r квадрат ну и как бы дальше по кругу и влево тоже по кругу то есть а в минус 1 это а в r минус 1 ну прям строго по определению умножаем и друг на друга получаем и делится да прям по определению обратного соответственно а в r минус 2 это а в минус 2 и обратно тоже а в минус r это равно единице то есть единица будет равен любой остаток то есть остаток а в некоторой степени равен единице получается тогда и только тогда а в r ты равен единице по модулю m ой а в не в r ты а в какой-то степени а ну давайте дубль v r сравним и соединиться по модулю m тогда и только тогда когда дубль v делится на r на этот вот r который у а вот значит r называется тоже своим именем порядком элемента а порядком остатка а то есть та самая минимальная положительная степень которой а дает единицу называется его порядком контрольный вопрос рассмотрим m любое большее или равное большее двойки строго больше двойки любое больше двойки и рассмотрим остаток m минус 1 какой у него порядок m минус 1 или то же самое минус 1 итак вот мы ввели концепцию порядка остатка порядка остатка это та самая маленькая положительная степень в которой этот остаток дает единицу и теперь мы хотим узнать чему равен порядок остатка m минус 1 или минус 1 нет нет думаем нам нужно найти в какой степени этот остаток впервые даст единицу по умножению по умножению по умножению вот у меня есть z по mz m ну например 67 z по 67 z остаток равен 66 то есть в какой первый раз степени он даст единицу как остаток отделения 67 0 нельзя нужно на положительной степени давайте перебирать первый не дает вот я пишу минус 1 минус 1 в квадрате минус 1 в кубе минус 1 в четвертый и так далее спрашиваю в какой степени он впервые даст единицу в какой во второй да все и он ходит по своему кругу круг этот ограничивается двумя всего числа минус 1 и 1 то есть остаток m минус 1 имеет порядок равный 2 а порядок равный 1 имеет ровно один остаток равный 1 потому что он в первой же степени равен 1 ну а так бывают самые разные варианты самые разные варианты ой как плохо то это так мы фломастеры ого так так однако неожиданно 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 это я взял фломастеры называется украл в одной из поездок с лекциями так а если здесь губка которая ой не губка а какое-то средство спиртовое будет неправильно спросить есть ли у кого-то с собой спирт даже если кто-то есть у кого-то есть для таких кощунственных целей наверное не дадут как стереть с доски так слушайте однако да кажется что никакой не стирается да кажется я просто не пробовал еще стирать серьезный казус да так во сколько у нас перерыв до перерыва мы испишем все доски а еще много да ну да вообще никак да есть оборотная сторона той доски придется писать мелко я знаю что если вот так видимо очень долго мы будем вот так стирать то есть нужно растворить в плохом старом фломастере тогда ну да это ну так невозможно ладно перерыве надо придумать что нам делать и впоследствии видимо фломастеры надо брать строго да набор для маркер маркеров для досок мокрого стирания написано мокрого стирания интересно мокрого а с водой будет стирать или нет ну если с водой будет то мы сотрем в перерыве да так ну хорошо пока да пока придется работать как есть итак у каждого есть порядок ну вот берем например z по 13 вот как то сразу а почему сразу стирается сейчас не понял а ну да он он видимо сразу же стирается если вот прям ну да он сразу стирается но как только он высох он уже не стирается берем z по 13 z да со звездой 13 число простое поэтому на самом деле поэтому на самом деле состоит это все из 12 ненулевых остатков отделения на 13 все вот чему равен орд 3 орд 3 давайте попробуем понять ну здесь надо просто в лоб смотреть вот 1 дальше 3 3 в квадрат 9 3 в кубе 27 получается 2 нет 27 дает остаток 1 определение на 13 а вы да поэтому орд 3 равен 3 хорошо а орд 2 интересно чему равен сможем понять ну-ка давайте попробуем чему равен орд 2 1 2 4 8 пока ничего похожего да 16 32 64 но по некоторой теореме которую мы сейчас собственно докажем дальше можно не проверять раз первые 6 не сгодились то будет 12 потому что сейчас мы заметим что мы заметим смотрите что что порядок вот этой вот подгруппы в точности равен орд а ну это как бы капитальная очевидность правда да подгруппа подгруппа зацикливается через r минус 1 rt уже равно 1 нулевая первая вторая и так далее r минус первая степени все отличные все различные как остатки а rt степень дает 1 и дальше все идет по кругу и в ту сторону тоже по кругу то есть вот у меня получается что порядок этой подгруппы равен орд а а по теореме лагранжа порядок любой подгруппы делит порядок группы делит фи от м вот теорема лагранжа вот а помните как вы доказывали вы доказывали ее или только играли с ней на пальцах и устно да сдвигали наверное аж hg1 и они все различные новые все новые все отличаются от этих hg2 и так далее и вот каждый из этих экземпляров сдвинутой подгруппы оказывался такого же размера как и сама h там никогда не совпадало ничего из-за того что в группе можно сокращать ну и копиями вот этих вот h постепенно все замощи замощалось можно было замостить всю группу g а раз группу g можно замостить копиями h то значит количество элементов группы g делится на количество элементов группы h никуда от этого не деться ну и здесь по сути можно проводить похожее рассуждение сдвигать весь этот цикл сдвигать его на какой-то остаток который сюда не вошел на b а будет b b a b a квадрат и так далее и по принципу сокращения показывать что это тоже колесо только сдвинутые не пересекающиеся с исходным вот ну и дальше тоже будет сдвиг 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 и потом все остатки будут исчерпаны но вот что важно что очень важно это давайте я вот этот принцип попробую совместить с вот этим принципом здесь написано что а в какой-то степени равен единице по модулю м тогда и только тогда когда степень делится на порядок а и это из этой картины было очевидно да а здесь написано что фи от m делится на порядок а значит следствие чрезвычайно важное следствие что для любого а перпендикулярного м а а в степени фи от m равно единице по модулю м эйлер первый это доказал удивительно но в работах фирма доказательства этого факта не было была сформулирована это теорема но при простом м а как она при простом м выглядит да потому что при простом м количество взаимно простых остатков равно м минус 1 это все кроме нуля то есть фи от m функция эйлера при простом м равна м минус 1 а значит любой остаток который не делится на простое число м а взаимная простота с м при простом м это то же самое что неделимость вот он удовлетворяет свойство что а в степени м минус 1 сравним соединиться по модулю м но обычно ее для п формулируют формулируют так следствие пишу следствие 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 малая теорема фирма для любого п простого и любого а который не делится на п а а в п минус 1 сравним с единицей по модулю п но это знаменитый результат который вы конечно знаете ну по крайней мере по формулировке но мы его как бы мы его во первых сразу съели в обобщенном виде а именно в виде теорема эйлера теорема эйлера говорит а если м непростое что делать тогда есть ли какой-то аналог он говорит есть аналог только надо возводить в степень не в м минус 1 надо возводить в степень фи от м и брать не любой остаток отлич не делящийся на м а только взаимно простой и в таком виде она работает и является прямым и очень простым следствием теоремы лагранжа и того факта что для любого а множество остатков которые получаются степенями а образуют подгруппу а подгруппа по принципу теоремы лагранжа порядок подгруппы делить порядок группы вот получается несколько шагов первый шаг теоремы лагранжа второй шаг заметить что для любого остатка взаимно простого с м можно образовать вот такую подгруппу внутри z по mz со звездой просто все остатки которые являются степенями подгруппа это по очевидным причинам а вот как она устроена немножко не очевидно но можно увидеть что она устроена как циклический ход процикливание туда и обратно значит и из этого циклического хода ясно что любой элемент делится на элемент а в какой-то степени будет давать единицу тогда и только тогда когда соответственно степень будет коротной r дальше теоремы лагранжа нам гарантирует что это подгруппа ее порядок делит фи от m и это утверждение про возведение в степень гарантирует что а в степени фи от m равно единице вот мы как мы полностью разобрали теоремы лагранжа хотите более простое доказательство ну скажем так более короткое вот я не уверен что более простое но более короткое давайте сделаем более короткое я буду вот этот вот принцип применять если были два остатка которые были различны то при умножении на а они будут тоже различны и буду вспоминать что взаимопростые образуют подгруппу остатков и соответственно если я два взаимопростых остатка различных умножал на один и тот же то это не только различные но еще и взаимопростые получились потому что при произведении взаимопростых будут взаимопростые ну а теперь я возьму и выпишу все вообще взаимопростые остатки в один ряд их фи от m поэтому последний индекс в этом ряду будет фи от m так это все остатки все значит это полный список вот этого множества просто а теперь умножаю на наш а ну или давайте на b чтобы не путаться берем b взаимопростой см то есть тоже из этого какой-то из этого списка какой-то да любой но зафиксируем его и его домножим на все вот так смотрите что мы имеем во первых это все взаимопростые см остатки потому что произведение двух взаимопростых взаимопростые см это во первых во вторых они все различные в силу вот этого принципа но если они все различные и все взаимопростые и их тоже фи от m то что можно сделать вывод какой про этот список и этот да это просто перестановка то есть эти списки не отличаются ничем кроме перестановки ну и можно даже поупражняться там может быть на если на семинарах поупражняйтесь там ну вот скажем берем все остатки от деления на десять один три семь девять да теперь мы умножаем на три их три девять трижды семь двадцать один это один и трижды девять двадцать семь это семь вот пожалуйста тот же список только в другом порядке получился но если я перемножу два одинаковых списка которые только перестановкой друг из друга да получается то соответственный остаток должен один и тот же получиться при делении на m согласны? пишем а1 умножить на а2 умножить на так далее на а фи от m равно b а1 умножить на b а2 умножить так далее на b а фи от m по модулю m получилось одно и то же согласны? что делаем с вот этим выражением? считаем количество бэшек сколько их получилось? фи от m значит соответственно тут написано b в степени фи от m а дальше идет то же самое только в профиль то же произведение идет и получилось у меня что b в степени фи от m при умножении на вот этот вот остаток не нулевой потому что они все ой не только не нулевой а взаимно простой с m потому что они все были взаимно простые с m равен единице умноженной на тот же самый остаток взаимно простой с m осталось снова воспользоваться принципом сокращения правда? сокращаем и получаем вследствие b в степени фи от m равно единице все добили теорема Эйлера готова она доказана ну теперь конечно сам бог велел рассказать принцип передачи данных RSA потому что если есть теорема Эйлера то остальное это дело техники так ну можно сделать перерыв в этом месте да и поискать где-то поискать какой-нибудь способ стирания так все и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все возможные начальные данные, которые вообще могут быть То есть вся информация, которая может быть получена Которую надо будет передавать Закодировать каким-то абсолютно общеизвестным образом Просто внутрь какого-то множества ZPMZ со звездой При очень большом M M порядка 2,250 там допустим Что-то такое Ну там что то же самое, что 10 сотый Ну в общем так, как бы с точностью до плюс-минус несколько порядков Что малозначимо Мы закапываем это все внутрь системы В которой уж точно любая информация поместится 10 сотый хватит там При любых запросах Ну и метод, которым мы переводим информацию сюда Можно просто опубликовать в открытом доступе и все Вот теперь вопрос Что нужно, чтобы некто A Передал некоторому B Полученную впоследствии информацию Когда B будет далеко от него И при этом на берегу надо о чем-то договориться На берегу Вот они садятся за стол и говорят Мы используем такой-то M И такой-то метод шифровки-дешифровки И по крайней мере часть из этой информации Ну считается, что как можно меньшая часть Вообще как можно меньшая часть Должна быть приватной А все остальное должно быть открыто и в интернете спокойно То есть Значит Какую-то одну мелкую деталь Мы фиксируем друг с другом И запоминаем навсегда Дальше человек выезжает с этой мелкой деталью в руке А все дальнейшее я публикую в интернете Потому что у меня нет вообще никакого другого способа до него застучать Я просто использую открытый источник И он его увидит Алексей Саватеев Фабликовал для там Павла Иванова Некий секретный Секретный сигнал Но он его опубликовал не тот, который получил А немножко другой Ну собственно Теперь можно считать, что сигнал, который получен мною Это А Из этого множества Вот И Суть действия механизма такая Я возвожу А в какую-то степень Вот В какую-то Знаете, давайте Х будет А степень будет А Чтобы нам как бы подчеркивалась вот эта вот неизвестность Вот это вот Х Оно неизвестно Никому В данный момент Кроме меня Но при этом В интернет я могу сообщить им В интернет я могу сообщить много разной другой информации В частности я сообщаю в интернет Открыто сообщаю в интернет Что информацию я буду возводить в какую-то степень Тоже очень большую А Х это то, что вы хотите передать? Да Я хочу передать так Чтобы никто этого не узнал Но Чтобы Б смог раскодировать То есть Я хочу передать Х Но передаю Х степень А Ну это просто элемент из этого множества То есть Ну да То есть мы научились запихивать любую возможную информацию Просто внутрь остатка по модулю М Причем обязательно перпендикулярную М Взаимно простого Вот Так как М очень большой То любую информацию туда поместить можно И вот теперь я ее узнаю И я вместо того, чтобы сообщить Х Я сообщаю вот это вот Игрек Вот Игрек, который Является результатом возведения в степень А по модулю М Значит в чем фишка? Фишка в том Что Даже зная А и зная М Зная А, М А также узнав Х степень А Получить Х Внешний Наблюдатель Взломщик Да Может Лишь перебирая Остатки И возводя их в степени То есть Один в А Два в А Три в А И так далее Но ясно, что перебор Десяти в сотый Вариантов невозможен Просто на сегодня Наука не умеет Вычислять корень А Той степени из Х По модулю М Не умеет Она может делаться только топорно Перебором Либо что-то там Не сильно ускоряющее этот перебор Вы должны меня спросить А как же возвести степень быстро? Ведь возвести тоже в огромную какую-то степень надо В гигантскую степень Вот как мне взять Скажем И возвести какое-нибудь гигантское совершенно число 95-значное В какое-то другое тоже 94-значное число По модулю какого-то Еще, да Там 10 сотый плюс альфа По модулю тоже какого-то стозначного числа Вот как это сделать? Мне же нужно быстро это сделать, правда? Вот И это, наверное, вас учили, правда? Как возводить степени Нужно возводить в квадрат Еще раз в квадрат Потом еще раз в квадрат Еще раз в квадрат И у вас получается степени Вторая, четвертая, восьмая, шестнадцатая И так далее по модулю М А дальше нужно ту степень, которую вы хотите А Разложить в двоичной системе И получится сумма степеней двойки А все эти степени, которые равны степеням двойки Вам уже известны У вас вычислено, хранятся их немного То есть где-то за 100-200 каких-то итераций Все, что надо, получается То есть, иными словами Получить вот это Это вообще никакой проблемы нет Компьютер это делает за несколько секунд После чего Y публикуется, но извлечь из него корень аты степени Это надо перебирать все подряд При нынешних алгоритмах ничего другого не бывает Тогда вопрос, а как же мой контрагент-то получит? Что же сделает контрагент? Он вот этот не знает Это появится позже Он уехал от меня, когда информация еще не вскрылась А иначе бы не было задачи Я бы просто ему Вот, то есть как бы я должен Вскрывшуюся позже информацию Суметь ему передать Чтобы он ее смог воспринять И вот тут-то как раз и действует Тут-то как раз и действует Формула Эйлера Дело в том, что изначально они договорятся На степени взаимно простой с М То есть вот это вот Ой, только я извиняюсь Наврал С фи от М То есть они подберут Некоторую степень Которая взаимно проста с фи от М С количеством элементов здесь Ну, договорятся Ну и опубликуют в интернете Типа, а равно тому-то Но при этом фи от М Ни в коем случае не публикуют в интернете Фи от М Неизвестно М известно, фи от М неизвестно А как же это может быть? Разве нельзя по М найти фи от М? Можно, но долго опять То есть Формула для вычисления фи от М Фи от М Ну, я, наверное Немножко забегу вперед Наверное, это у нас еще как-то появится Ну, давайте я скажу Что фи от М равно М умножить на 1-1 на P1 На 1-1 на P2 И так далее 1-1 на PR Где P1, P2 и так далее И PR Все Различные Простые Делители М Ну, как я понял У кого-то теоремы чисел было Наверное, это было, да? Формула эта для фи от М Вот Но вот я для остальных скажу Что, значит, если мы Да Вот эта информация Это некоторая теорема Там достаточно техническая Тут важный момент Что фи от М мультипликативно Если М является произведением Двух взаимопростых чисел То фи от М равно фи от первого Умножить на фи от второе Вот Это первое, что надо будет доказать Ну и потом уже мгновенно вывести Что фи от степени простого Равно Этой же степени простого Минус предыдущей степени простого То есть когда мы будем изучать Какие же не взаимопростые Со степенью Например, с 5 в кубе Какие числа не взаимопростые С 5 в кубе С 5 в кубе Не взаимопростые числа Которые делятся на 5 Правда? Капитан Очевидность говорит Все остальные взаимопростые Но числа, которые делятся на 5 Встречаются каждой пятой Поэтому из всех 5 в кубе чисел Останется 5 в квадрат Которые будут отбракованы Каждая пятая, да? Это 5 в квадрат Соответственно, взаимопростых будет 5 в кубе минус 5 в квадрате Но это как раз 5 в кубе умножить на 1 минус 1 на 5. То есть для степени простого числа φ от m равно m умножить на 1 минус 1p, это очевидно. Ну а дальше по мультипликативности просто, если мы разобьем на эти группы степеней, p1 в степени a1, p2 в степени a2, для каждой группы мы уже доказали, но мультипликативность надо отдельно доказывать. И действительно, это некоторая теорема, что φ от m ведет себя мультипликативно. Но суть в том, что мы не можем узнать φ от m, если не знаем, как оно раскладывается на простые множители. Задача факторизации до сих пор тоже не умеет решаться быстро с существующими научными средствами. Есть там, у вас Данил Мусатов вел что-нибудь, да? Вот там, значит, он мог рассказывать про разные миры в теории алгоритмов. Миры. То есть мир, в котором все это будет взломано, мир там комбинаторный, мир там какой-то еще, еще. Как ты не рассказывал, нет? Он такой. В общем, какие возможности? Вот через 25 лет что мы увидим в мире? Если будет взломан механизм факторизации, на самом деле это возможно. То есть это, ну, есть там люди, начиная от алармистов, кончая скептиками, которые говорят, что, в общем, квантовый компьютер взламывает разложение на множители. Но просто алармисты говорят, что вот-вот его создадут по-настоящему, а скептики говорят, что еще через 200 лет, может, вопрос и встанет. Но никак не раньше. Но суть в том, что вот эти варианты разложить на множители, найти факторизацию числа за быстро, за логарифм, ну или что-нибудь считаемое, может быть и произойдет так, что будет возможно. Но на сегодня это невозможно. Поэтому, если даже брать М просто как произведение двух огромных простых по 50 знаков в каждом, там, или в одном 46, в другом 54, не знаю, вот, то уже никак фиат М не вычислишь. Фиат М будет равно, значит, соответственно, ПК умножить на 1 минус 1ПТ на 1 минус 1КТ, или иными словами ПК минус П минус К плюс 1. Ну и вот тут вот, как бы сказать, даже знание того, что М получено именно таким образом, не дает этих ПК, и, соответственно, их суммы тоже не дает. То есть мы никак не можем воспользоваться этой информацией. Чтобы узнать фиат М, а не узнав фиат М, мы не сможем найти ключевого момента, а именно такого Б и какого-то еще К, что будет выполнено то самое уравнение диафанта, которое верно для взаимопростых А и фиат М. То есть если наши двое ребят взяли М как произведение двух огромных простых и быстро вычислили фиат М, то они вручную подбирают любое число взаимопростое с фиат М, ну, с любым числом довольно много всегда взаимопростых, ну, то есть это как бы… Я потом прям на конкретном примере покажу, как это работает вообще пальцами, 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 пальцами. Ну, и найдя вот это разложение, найдя это разложение, что делает уехавший вдалеко и который должен узнать информацию мой друг? Он у возводит вот в эту степень Б, которая уже неизвестна никому, она называется секретный ключ. Давайте посмотрим, чему будет равно у в степени Б. У в степени Б равно х в степени АБ. Не поспоришь, да? Так? Хорошо. Но дело в том, что х в степени фиат М это единица, и поэтому я могу умножить на х в степени фиат МК просто как на единицу это все. Ничего не изменится, да? А это уже х в степени АБ плюс фиат М на К. То есть… Х в первой степени. То есть х. То есть получается, х в степени А равно у, а у в степени Б равно х. Для любого х из z по mz. Вот зацените это, да? Со звездой. То есть любой остаток отделения на М, который я не знаю до сих пор, ничего о нем не знаю, но когда уехал мой друг, я получил информацию, должен ее передать. Любой остаток отделения на М при возведении в начале в А, а потом в Б возвращается в исходную точку. Х в степени А чему-то равно, я это публикую. у в степени Б он быстро возводит, потому что это за логарифмом делается. И у него возникает этот секретный ключ, который ни у кого. Почему? А потому что х в степени фиат М равно единице по теореме Эйлера. по модулю М. Это все идет по модулю М. То есть это не равенство, а сравнение по модулю М. Мы только что доказали, что любой остаток взаимно простой с М в степени фиат М дает единицу. Но если так, то в степени фиат М и в катой, но это единица в катой степени, то есть единица. Поэтому от этого я не изменил остатка никак. Но теперь я могу воспользоваться тем, что вот это тоже единица. Уже по построению нашему. что А и фиат М взаимопросты. Значит, существуют Б и К такие что? К меня не волнует, он используется исключительно как вспомогательный прием, чтобы вот это установить, что на самом деле х в степени А умножить на Б равно всегда х. Есть такие универсальные две степени, да? А и Б. Х в степени А равно чему хотите. Но если потом в степени Б будет возвращаться к х. Поэтому информация, которая будет получена мною, будет в начале передана как неведомый никому у равный х степени А, пусть опубликованной в интернете. Ведь только мой друг сможет возвести его в степень Б, потому что больше никто степени Б не знает. Потому что больше никто не знает фиат М. А фиат М не знает, потому что по М его не восстановить, если это огромное число, равное произведению двух безумно больших простых. И вот на этом основана вся система шифровки, про которую сейчас говорят, что она ненадежна, поэтому ее надо заменять на эллиптические кривые, на более сложные шифры. Но, возможно, эллиптические кривые мы и затронем в конце курса, поглядим. В принципе, может быть такой момент. И, может быть, механику эллиптических шифров, честно вам скажу, что она гораздо… Мне нужно самому вникать. Но всю математику я там знаю. То есть я не знаю как раз шифровую часть, может быть, это не так уж и сложно. Так что, возможно, я и расскажу, как выглядят те шифры, которые уже никто, судя по всему, никогда не взломает, чтобы там не случилось с факторизацией. Вот. Но вот это вот, собственно, механизм. Давайте пример. Вручную прям пример. Вот давайте на каких-то не очень больших проиллюстрируем. Вот, например, недавно был 2021 год. 2021 год – это год, который раскладывается на множители как 43 на 47. Вот. Да, соответственно, фи от него равно фи от 43 на фи от 47. Ну, фи от простого числа – это предыдущее число. Значит, соответственно, это 42 на 46. То есть 1932. Это домашняя заготовка. Не думайте, что я очень быстро считаю. Ну, и я предлагаю понять, что если мы берем простое число больше и 42, и 46, то оно будет взаимопростым с их произведением по принципу того, что произведение двух чисел взаимопростых с третьим тоже взаимопросто. То, что мы доказали. Поэтому мы берем 109 – это простое число. 109 нам годится. Оно перпендикулярно числу 1932. Это будет та степень, в которую я буду возводить информацию. То есть моя информация – это множество взаимопростых вот в этом наборе. 1932 варианта я могу закодировать таким образом. Ну, вот, получив информацию, любой остаток отделения на 2021, взаимопростой с 2021, я возведу 109 степень и сообщу в интернет. В силу вот этой перпендикулярности существуют соответствующие два числа. А я просто их уже вычислил, поэтому я их сразу напишу. Вот, минус 1932 умножить на 40. Равно единице. Из чего следует, что если у – это х 109, то х – это у в 709. Ну и что называется? Если кто не верит, берите калькулятор. И проверяйте, да? Только проверьте, что действительно взаимопросты с 43 и 47 будет, да? Да хоть число 100, возьмите 100. 100 в 109 равно чему-то, а потом это же в 709 снова равно 100. Как остаток отделения на 2021. Только не путайтесь. А часто путаница возникает, берут остаток отделения на 1932. Ну, это фи от м, на него не надо брать остаток отделения, да? Остаток отделения надо брать на м, на 2021. Вот. В силу этого равенства любой остаток взаимопростой с 2021, будучи возведен в 109, а потом в 709, возвращается к себе. Это он же сам. Вот так вот она работает. Это вот, собственно, математические основы РСА. Вот, что я и хотел рассказать. Ну, и чтобы была какая-то интрига. Так, сейчас. Ну, все-таки, да, что же у нас, нам надо понять, что нам делать с курсом теории чисел, который кто-то посещал, а кто-то нет, да? А суммы двух квадратов там были? Это правда правая линия Беля? Нет, нет, это про то, какие простые числа представляются в виде суммы двух квадратов. И вообще, какие числа, сколькими способами представляются как сумма двух квадратов. Это хорошо, потому что это очень красиво, и было бы жалко, если бы это повторялось. Вот. Ну, давайте тогда, значит, тогда, переходя к следующей части, я хочу, ну, вот, воспользоваться, собственно, малой теоремой фирма для некоторого... Я сделал, я буквально перейду и завершу на этом. Вот, значит, малая теорема фирма говорит, что для любого простого ПА и для любого А, не делящегося на П, А в степени П-1 дает остаток 1 по модулю П. А вот теперь смотрите, рассмотрим многочлен. Рассмотрим многочлен с коэффициентами из Z по PZ. То есть, из остатков. Коэффициенты будут рассматриваться как остатки. Если я буду заменять коэффициент на какой-то с прибавлением П или 2П, то я просто буду считать, что ничего не меняется. Вот. И все значения многочлена буду вычислять тоже по модулю П. И понятно теперь, почему я говорю, что если я изменил коэффициент на кратное П, то ничего не меняется, потому что весь многочлен будет умножен. Ну, к нему прибавлено что-то кратное П тоже. То есть все будет изучаться только по модулю П. Так вот, смотрите. Есть такой специальный многочлен. Х в степени П минус Х. Я утверждаю, что по модулю П, то есть с точностью до замены коэффициентов на какие-то, которые отличаются на кратное П, на те же остатки, это то же самое, что произведение всех подрядов линейных вот таких вот множителей. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, я думаю, что у вас просто в обычном курсе алгебры была теорема Безу. Была? Теорема Безу. У многочлена корнем является число такое, что при подстановке получается, да, то есть остаток отделения многочлена на Х минус А равен значению многочлена в точке А. Значит, соответственно, А будет корнем тогда, и только тогда, когда многочлен нацело делится на Х минус А. И следствие из теоремы Безу состоит в том, что любой многочлен делится на произведение всех линейных множителей вида Х минус корень. И для многочленов с коэффициентами вот в этом вот с позволения сказать поле, вот это поле, ну, в следующий раз мы чуть подробнее про это скажем, вот, действуют все те же самые правила, то есть и теорема Безу верна, и механизм вычленения линейного множителя с сохранением последующих корней и остальной частью. И в результате получается, что вот у этого многочлена, видите, по малой теореме Ферма все остатки являются корнями. Фокус-мокус. Все до единого. Вот он, Х П это минус Х. Х равно нулю корень очевидно, а все остальные это корни Х П минус 1 минус 1. Кстати, в некоторой формулировке малая теорема Ферма как раз утверждает, что любой остаток степени П равен себе самому. Уже вообще без требования, что делится на П или не делится. И тогда сразу видно, что все числа, все числа по модулю П равны нулю, если поставить такое выражение, обращают это выражение в ноль. Но тогда у нас есть П различных корней у этого многочлена степени П. Но у многочлена степени П будет П различных корней в том и только в том случае, если он просто раскладывается вот такое произведение, с учетом еще, что тут нет даже коэффициента никакого при старшей степени. Поэтому это просто равенство. Это равенство в кольце многочленов с коэффициентами z по pz. Ну а как это выглядит вот совсем уж на уровне школы, да? Это значит, что если я раскрою здесь все скобки, то будет написано x в этой плюс p на альфа, там, p-1 на x в п-1, плюс p на альфа, p-2 на x, p-2. В общем, короче говоря, все коэффициенты будут просто все абсолютно делиться на p. Последнее, p, p-1, x и минус x. И вот, ой, а, вот как раз последнего-то и не будет. p, альфа-2, x квадрат, минус x. Все. Вот так будет выглядеть этот многочлен. То есть при любом, можно просто проводить эксперимент, взять там компьютерный алгебрик какой-нибудь, сделать по модулю 17, вот это вот, да? x, 17 и минус x. И сравнить с тем, что получится здесь. И все коэффициенты этого многочлена будут делиться на 17, кроме вот этого и вот этого. Вот. Это вот с малой теоремой Ферма, которую мы сегодня доказали, это следствие просто теоремы Эйлера. Вот это бутылочное горлышко к большинству красивых результатов арифметики остатков и вообще современной теории чисел. Вот. То есть это такое главное уравнение. Это главное соотношение, которое будет использовано. Давайте напишу главное соотношение. Вот. Данил, а ты тогда мне пришли в программу, я попробую максимально от нее отойти. Ну, может быть, какие-то куски все равно будут пересечения, потому что там ничего не сделают, да? То есть даже вот арифметик остатков, но без нее вообще никуда. Вот. Но дальше там сюжеты, например, уравнение Пелия я тогда исключу, потому что это совершенно не обязательно, можно другие уравнения красивые изучать. Вот. И тогда станет интереснее тем, кто слушал, а тем, кто не слушал. Вот. Ну, посмотрим. Либо я в некоторой отдельной лекции скажу, вот тут будет уравнение Пелия, которое, ну, как бы вот, кто уже знает, те, соответственно, будут знать. По крайней мере, я от нее как-то оттолкнусь. Так, все.